Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров и председатель правления публичного акционерного общества «Газпромнефть» Александр Валерьевич Дюков подписывают соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел РФ и публичным акционерным обществом «Газпромнефть». Сегодня подписано очередное соглашение о сотрудничестве Министерства иностранных дел с представителями российского бизнеса. Мы уже достаточно длительное время взаимодействуем с ведущими российскими компаниями, в том числе и с «Газпромнефтью», но сегодня мы поставили это взаимодействие на правовую, нормативную основу. Российские ведомства, российское руководство уделяют особое внимание энергетической безопасности и нашей страны, и Европы, да и в целом международной энергетической безопасности. И наши компании, несмотря на специфическую ситуацию на рынках углеводородов, сохраняют лидирующие позиции в добыче нефти и газа, и поэтому, конечно же, играют в этих процессах видную, активную, инициативную роль. И мы стараемся в этом содействовать. Это одна из ключевых задач российской внешней политики – обеспечивать равные, недискриминационные условия работы российского бизнеса на мировых рынках, содействие привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор, поиск стратегических партнеров. Это тоже область, в которой мы оказываем содействие нашим коллегам из деловых кругов. Сегодня конкуренция достаточно острая, и помимо обычной такой добросовестной конкуренции, происходят попытки внедрять элементы недобросовестной конкуренции. Это и меры одностороннего давления, не являющиеся легитимными, это и стремление распространять свою юрисдикцию в экстерриториальном плане на другие государства и целый ряд других неправомерных действий. Поэтому в этих условиях развитие государственно-частного партнерства в сфере энергетики является нашим приоритетом. Уже у нас действуют достаточно давно соглашения с такими ведущими российскими компаниями, как Роснефть, Росатом, Лукоил, Союзом нефтегазопромышленников. И вот сегодня очередное соглашение мы подписали с еще одной компанией, которая успешно осваивает новые проекты, в частности, месторождение Приразломное в Печорском море и целый ряд других. А «Газпромнефть» теперь наш уже официальный партнер, и я думаю, мы можем друг друга с этим поздравить. И хотел бы сказать спасибо Александру Дюкову и передать ему микрофон. Спасибо, Сергей Викторович. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, сегодняшнее подписание – очень важное событие для компании «Газпромнефть», но данное соглашение – очень важный документ для нас. Компания «Газпромнефть» является российской компанией, но по сути мы являемся международной нефтяной компанией и уделяем очень важное значение нашему присутствию и расширению нашего присутствия на мировых рынках. Как вы знаете, мы не только поставляем нашу продукцию на мировые энергетические рынки, мы еще имеем и предприятия за рубежом, осуществляющие производственную деятельность. Хочу сказать, что международное присутствие и расширение нашего присутствия за рубежом является частью стратегии развития этой компании. Как вы, наверное, знаете, компания «Газпромнефть» широко представлена на зарубежных рынках. Мы не только реализуем, как я и сказал, наши нефть и нефтепродукты, а реализуем их более в 50 странах мира. Мы еще и осуществляем ряд крупных проектов в области переработки, в области добычи в разных регионах мира. Это и Ближний Восток, это и Латинская Америка, это и Средняя Азия, это и Европа. И, безусловно, мы планируем продолжить расширение и развитие нашего бизнеса. Я сейчас перечислил те регионы, в которых мы присутствуем, но хочу сказать, что вот это расширение нашего присутствия, оно произошло в основном последние 5-7 лет. И вот эти наши успехи и достижения в нашей международной деятельности во многом произошли как раз благодаря поддержке и при участии Министерства иностранных дел. И, пользуясь случаем, я хочу благодарить Сергея Викторовича, его заместителей, аппарат Министерства и всех сотрудников Министерства иностранных дел, которые на протяжении вот этих лет оказывали всестороннюю поддержку и помощь в реализации наших проектов. Как я сказал, у нас есть успехи и достижения в нашей международной деятельности, и во многом мы этому обязаны Министерству. Мы продолжаем работать над реализацией наших зарубежных проектов, более того, мы думаем над их расширением, мы ищем возможности для вхождения в новые проекты, выход на новые рынки, и уверен, что данное сотрудничество, теперь уже формализованное с Министерством иностранных дел, позволит нам решить наши стратегические задачи, это и расширить наше международное присутствие и превратиться в крупного международного игрока на мировых энергетических рынках. Что еще хотел бы добавить, важно, что компания «Газпромнефть», входя в новые регионы, мы осуществляем там не только производственную деятельность, помогая развивать экономику правительством тех стран, с которыми мы сотрудничаем, мы еще ведем себя как социально ответственный бизнес, и делаем много для реализации различных социальных проектов, вкладывая деньги в развитие системы здравоохранения, вкладывая деньги в различные культурные, спортивные и социальные проекты, и, безусловно, тем самым вносим свой вклад в расширение и развитие того международного сотрудничества, которое есть между Российской Федерацией и вот этими странами, где мы присутствуем. Большое спасибо. Спасибо, коллеги. Вернемся к теме путем. Продолжение следует.